Дети индиго. Дети с необычными способностями. В кругу эзотериков устойчива теория, что они представители новой расы человечества. Или даже воплощение на земле сущностей из внеземных цивилизаций. Но вот ученые считают иначе. Психиатры утверждают, в большинстве случаев кажущаяся одаенность – шизофрения. Так кто же такие дети индиго? Этот термин в начале 90-х вела в оборот американский парапсихолог Нэнси Энтеп. По ее наблюдениям, у большинства сверходаренных детей – аура насыщенного синего цвета. От вундеркиндов они отличаются тем, что обладают не только талантами к математике или литературе, но и возможностью спонтанно вспоминать прошлые жизни, предсказывать грядущие события или видеть то, что скрыто от других. У одних дар рисовать, у других писать стихи, а у третьих просто целительство. Есть дети, которые двигают предметы глазами, руками. Есть, которые видят за стенкой, через стенку вернее, что происходит. Представляете, стена не является помехой. Но ни одного научного доказательства существования этого феномена не существует. Так что официальная наука детей Индиго не признает. Более того, психиатры считают, что таким детям требуется лечение. Это дети страдающие, и это дети проблемные. Это дети такие одарённые, либо у них художественная, творческая одарённость, либо это одарённость какая-то компьютерная, они легко разбираются ранее, лучше, чем взрослые с компьютерной техникой. Но в то же время эти дети малообщительные, проблемы в общении со сверстниками. За этими внешними проявлениями стоит медицинский клинический диагноз. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Неужели дети Индиго не более чем мистификация? Своего рода утешение для детей с проблемами развития. И ведь действительно, признаки, по которым психологи, признающие существование этого феномена, определяют детей Индиго, похожи на проявление психического отклонения. Особые качества детей Индиго обычно проявляются на втором году жизни. К ним относятся замкнутость, импульсивность и большой творческий потенциал в сочетании с высоким уровнем интеллекта. Это Олег Печерников. Сейчас ему 13 лет. Он уже издал несколько книг своих стихов и был принят в союз писателей. Вот такие стихи часто приходят к нему во сне. Я вот просыпаюсь, идея, рифма, начинаю быстренько записывать. Либо на диктофоне, если он есть у нас под подружкой, либо просто на бумагу. Потом дальше ложусь спать просто. До двух лет Олег был вполне обычным ребёнком. Он уже начал произносить первые слова и складывать их в простые фразы, когда случилось несчастье. Ну, в два года у меня был синий мозг, я там упал с двух ярусов на высокой кровати. Потом до шести лет молчал. То есть четыре года. Врачи объясняли отсутствие речи последствиями травмы. Но мама Олега заметила, что после падения сын не просто замолчал, он словно стал другим. Он раньше общался с детьми, а так он ушёл как будто вообще в себя. А вот до шесть лет, чтобы разговорить, и что у меня такого было, я ему читала много стихов. На стихи он кивал головой, реагировал. На прозу, когда я читала сказки, он мог ползать или... То есть приказал за ним с книжкой ходить. А вот на стихи он никуда не уползал, он сидел, там что-то делал, либо хлопал ладоши, либо кащал головой. Психологи, признающие этот феномен, утверждают. Если ребёнок при общем нормальном развитии не говорит, скорее всего он индиго. Не надо его дёргать и пытаться вылечить. Надо к нему прислушиваться. Они чаще всего начинают поздно говорить, потому что они всё понимают, они слушают родителей, они откликаются на имя, то есть выполняют то, что от них требуют. Но они не говорят. Связано это в первую очередь с тем, что они энергетическом уровне привязаны к своим родителям, к матери. Поэтому им кажется, что вроде общение-то происходит, и ребёнок не ощущает, что что-то не то. В шесть лет Олег Печерников заговорил. Так, словно бы и не было четырёх лет полного молчания. Но его мама не сразу обратила внимание. Сын говорит стихами. Промотала надо про себя что-то. Я не обращала, но обратила внимание мужчины в автобусе. Он говорит, вот у вас ребёнок прям рифами говорит. И вот этот мужчина в автобусе говорит, а вы записывайте за ним. Я говорю, ой, муторность долгая. Я ему купила диктофон с Олежки. И когда он промотал, говорю, говори сюда диктофон. Учиться в обычной школе Олег не смог. Он не подчинялся учителям, не был способен долго усидеть на одном месте и находить общий язык с одноклассниками. Даже в школу он пошли в восемь лет, потому что в семь лет он не говорил, не отвечал на вопросы. Он мог бормотать своё, а когда ему задаешь, Олег, какого цвета этот ковёр, Олег, сколько кубиков нарисовано, он никогда не отвечал на вопросы, он как-то уходил. И в школе нас посчитали, что мы всё-таки не совсем полноценные люди. Врачи поставили ребёнку диагноз «аутизм» и перевели Олега на домашнее обучение. Но и в этих условиях далеко не каждый учитель может наладить с ним контакт. У меня преподаватель говорит, я не могу с этим человеком общаться. Он людей как-то видит, он их видит, не знаю, со своей точки зрения. Для учёного-физика, создателя школы для одарённых детей Елены Бахтиной, существование индиго – факт, не требующий доказательств. Проблемы Олега с учителями школы – это типичные трудности, с которыми сталкиваются дети индиго. И дело тут не в аутизме, а в том, что настройки их мозга в разы чувствительнее, чем наши. Это дети, которые в состоянии распознать фальшь, халтуру. Ребёнок индиго не принимает, он аистократ, он не принимает. Он не принимает фальшь, он не принимает вот эту надуманность, понимаете? Ему это вообще не надо. Поэтому, когда жалуются на детей индиго, что они не хотят заниматься, здесь виноват учителя. Но с точки зрения классической психиатрии, такое поведение не считается нормальным. И странное молчание Олега после травмы, и его поэтический и художественный дар – для врача ещё один признак. У ребёнка проблемы с развитием мозговых полушарий. Когда ребёнок перенёс какое-то заболевание, влиявшее на состояние мозга, это может быть нейроинфекция, может быть родовая травма. И когда ребёнок говорил, но перестал говорить. С одной стороны, понятно, что-то повлияло на левое полушарие мозга речевое. И произошёл регресс, возврат к более раннему повыросу, состоянию, более раннему этапу развития. Потом этот регресс был компенсирован преимуществом, видимо, переживающим развитием правого полушария. И он начал рисовать замечательно, а потом всё-таки вслед за этим подтянулась и речь. И, конечно, такой правополушарно говорящий ребёнок, он будет склонен творчески использовать речь, и поэтому напишет стихи. Но как объяснить с медицинской точки зрения другие таланты детей Индиго? Как утверждают специалисты, изучающие маленьких гениев, таких способностей более 80. Среди них умение предвидеть события, чтение мыслей, феноменальная память. И главное, почему такие дети появляются на свет всё чаще? Обоснование этому явлению с лёгкостью дают те, кто занимается восточными ведическими практиками. По их убеждению, дети Индиго – посланцы то ли с других планет, то ли из иной реальности. Они якобы должны подготовить человечество к переходу в некую новую эру. Её называют Сатиюга. Дети Индиго – это как раз с точки зрения ведической концепции, это как раз те души, которые приходят в этот мир, в те или иные человеческие тела, для того, чтобы, а, подготовить приход вот этой Сатиюги, наступление Сатиюги, б, это золотой период, это 10 тысяч лет прожить в нём, приходя сюда, обучаясь на фоне вот этого очень духовного периода. Интересно, что многие дети Индиго, как, впрочем, и вундеркинды, с возрастом становятся такими, как все. А многие из тех, кто сохраняет свои необычные качества, как правило, умирают ещё в молодости. Достаточно вспомнить Надю Рушеву, невероятную художницу, которая в 12 лет иллюстрировала издание Пушкина, Толстого и Булгакова и умерла в 17 от разрыва аорты головного мозга. Поэт Ника Турбина в 9 лет выпустила сборник стихов с предисловием Евгения Евтушенко, а в 27 выбросилась из окна. Математик Паша Коноплёв в 9 лет решил задачу об освещенности планеты Плутон, в 15 учился в аспирантуре МГУ, а в 27 лет умер после долгого лечения в психиатрической клинике. Так может быть то, что многие дети Индиго вырастают, теряют свои сверхспособности, их метод защиты от мира, который пока не готов понять и принять новых людей? Этот обаятельный мальчик со звонким голосом с первого появления на экране покорил всю страну. В середине 80-х еще не придумали выражение «ребенок Индиго». Просто талантливый ребенок Родион Газманов. У отца пропал голос, а ему нужно было продвигать свой материал, который тогда уже было довольно много. И песня, известная песня Люси, была переделана, она была про девушку изначально. Песню переделали на песню про собаку, и меня выпустили с клипом «Большое сценическое плавание». Проект получился. Возможно, я на дороге лежу, под лапок колеса такси. Люси. Он стал знаменитостью. Но сегодня, спустя четверть века, признается, мог бы сделать больше. Ну, стадионы мы собирали очень даже хорошо. Проект получился, популярность пришла, потом у меня сломался голос. Сейчас ему 32 года. В отличие от большинства детей Индиго, он сумел вписаться во взрослую жизнь. Но что-то все равно не дает ему покоя. Может быть, тот самый дар, которым он так и не воспользовался в полной мере. В сентябре 2012 года я хлопнул офисной дверью и ушел из офисной жизни, думаю, что на доме. В мае я выпустил свой альбом, называется «Противофазы». Сейчас у меня плотный концертный график. Ну, о чем можно судить по моему голосу? Потому что я три года просил Вселенную о том, чтобы ко мне пришло много концертов. То сейчас, получив то, что я хотел тогда, я прошу, чтобы у меня было здоровье на все это. Родиону Газманову в детстве не ставили убийственных диагнозов. Да и жизненными обстоятельствами повезло. А вот для мамы 13-летнего поэта Олега Печерникова его дар – настоящее наказание. Она очень боится за здоровье сына. Я хотела, чтобы он не рифмовал, не рисовал, а был нормальным и здоровым мальчишкой. Мне не нужны вот такие спонтанные творческие подвиги. Мне нужен его просто здоровый, нормальный мальчик, который вырастет и будет хорошим отцом семейства, сыном, здоровым человеком. Так кто такие дети Индиго? Посланцы иных цивилизаций? Вундеркинды? Новая раса или дети, требующие пристального внимания врачей? Что делать родителям, если ребёнок начинает проявлять качество Индиго? Пугаться или радоваться? Вдруг это аутизм? Когда ребёнок начинает проявлять какие-то необычные ранние возможности, способности к обучению, рано начинает читать, рано начинает говорить, рано начинает что-то сочинять, решать какие-то математические задачи сложные, здесь всегда следует такого ребёнка проконсультировать как минимум психолога, как максимум психотерапевта, психиатра. Кстати, недавно Олегу Печерникову диагноз «аутизм» сняли. Так что теперь проявление его необычайных способностей нельзя объяснить с медицинской точки зрения. А тогда чем? Может быть, той самой аурой синего цвета? Цвета Индиго. Единственная аура, он Индиго, кто бы он ни был, Индиго, я знаю, что он несёт добро. Когда он разговаривает с людьми, люди вот иногда после стекла плачут. За счёт этого, может быть, даже у него не хватает энергии, может, из-за этого у него и голова болит. Если брать версию, что это особенные люди, которые пришли по требованию времени, пришли они, значит, по воле Вселенной, то вполне объяснимо, почему они такие. Изначально они пришли чистые, и они должны спасти человечество. Они уже появляются, они живут среди нас. И если вам повезёт, если вы встретите с такими детьми, то не завидуйте, восхищайтесь. Первые дети Индиго, рождённые в конце 80-х, сейчас уже вступают во взрослую жизнь. Кто-то из них стал талантливым учёным, а кто-то потерял свои качества или просто затаил на время, поскольку общество пока не готово принять их. В каждом ребёнке скрыто множество талантов. И неважно, какую ауру, золотую или синюю, видят экстрасенсы. А если вам кажется, что ваш малыш Индиго, не стоит пугаться и пробовать его переучить. Просто прислушайтесь к своему ребёнку.